Продаю китсуну за 400 баксов. Отдай, говорит, деньги. Ты такая противная. Меня девочка обзывает за то, что я ее обманула. Твоя мечта стоит 1000 баксов. Покупай. Пожалуйста, пожалуйста, не будь обманщица. Деньги потратила. И все зря. В смысле? Меня мама зовет. Она зовет меня кушать. Можно, говорит, покататься, я верну. Ребята, в смысле? Йоу, кисули, с вами я, Жильняша. И сегодня будет эксперимент в Adobe.me. Как вы знаете, каждый день на серверах ребята продают в чате питомцев. Своих легендарных обычных райд и флай. И зачастую, в основном, это бывают обманщики, которые обманывают честных ребят. Я сегодня буду продавать питомцев за баксы флай или райд разных легендарных питомцев. И, конечно же, хочу посмотреть на реакцию покупателей, если я их все-таки обману. Вернее, когда у меня не купят питомца, я скажу, что мне нужно уходить, мне нужно уезжать. И как бы им питомца не буду отдавать. Я хочу посмотреть на реакцию покупателей, как они в роли обманутых себя ведут. Что они говорят на сервере. Наша цель сегодняшнего видео, это вывести на реакцию тех ребят, которые будут покупать у меня питомцев. Мы как раз-таки, ребята, погрузимся в ту ситуацию, когда есть обманщик и покупатель. Как чувствует себя покупатель на месте обманутого и как чувствует себя мошенник, обманщик. В общем, посмотрим, как это все будет выглядеть. Посмотрим на реакцию наших покупателей. Так что, гоу на сервер, идем делать пранк. Ну что, ребята, пранк начинается. Я в роли милого, хорошего продавца. Иду на сервер. Я закинула на свой аккаунт разных питомчиков, которых попытаюсь продать. Посмотрим, как будут вести себя покупатели. Так что, идем на сервер. Подходим. О, ребята, я тут даже вижу фейка женяшу. Что? Что, что, что? Обалдеть, ребята, фейк! Так что, мы сейчас здесь встанем на сервере. Достанем нашу барбекю-стоечку. Через нее мы будем продавать наших питомцев. Сделаем 50 сет прайс. И теперь я буду продавать питомца. Продаю единорога Райт за 1000 баксов. Кто хочет купить за 1000 баксов питомца, пиши я. Я, ребята, подошла девочка. Девочка подошла и хочет купить единорога. Окей, плати 1000 и я тебе отдам. Обман! Нет, все честно. Ребята, обманщики всегда так говорят. Все честно. Что никогда они не будут обманывать. Будешь покупать? Как бы за 1000 баксов Райт питомца. Я думаю, это очень круто. Я плачу. Почему ты плачешь? Почему она плачет, ребята? Тут еще один бошедник ко мне подошел. Меня разводить. Меня украли флайрайт пэта. Единорога. Ого! Ничего себе! Ну, мне тебя жаль. Но это не я. Она все равно плачет, ребята. Она, видимо, очень хочет купить. Питомца очень хочет обратно своего питомца. Тогда покупай. У меня сейчас питомца за 1000 баксов. Я тебя не обману. Так что, ребят, смотрим на девочку, как она будет реагировать. Такая села около моей хот-дог стойки и плачет, что единорог. Ну, девочка, тут питомцы как бы продаются. Я их продаю сегодня. Она говорит, а можно покататься? Я верну. Нет, только покупай. Можно, говорит, покататься? Я верну. Ребята, в смысле? Нет. Покупай. Я знаю, как вы потом вернете. Осторожно, фейки и женяши. Можно пэта флай женяша. О, ребята, вы посмотрите. Вы посмотрите. Я не поняла. Фейк. Тут обманывает. Обманывает. Говорит. Тест на доверие. Пиши я под женяшей. Ребята, это просто шок. Ты обманщица. Это не женяша. Это не женяша. Это обманщица. Не верьте ей. Не верьте ей. Она реально обманщица, ребят. Это просто реально обманщица. То есть на доверие просит. Под скином женяша. А потом ребята пишут в комментариях, что я их обманула. Или мой фейк. Так что, ребята, не верьте. Никогда не верьте таким фейкам. А теперь проверка. Успеешь за 5 секунд поставить лайк и подписаться на канал. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Подписался. Лавки тебе, Кисуля. Ну что, ребята. По 1000 баксов не каждый верит. Не каждый хочет отдавать питомцев. Я сейчас буду продавать очень дешево питомцев. Как это делают мошенники? Потому что очень многие ребята попадаются как раз таки на обман, когда стоят дешево питомцы. Итак, сейчас я достала единорожку. Сейчас на него сяду и буду писать, что я продаю единорожку всего лишь за 300 баксов. Кто клюнет на такую дешевую покупку? Давайте посмотрим. А прикиньте, вот сейчас кто-нибудь у меня купит. И я такая беру и говорю, я убегаю с сервера. Ой, вообще жестко. Продаю единорога Райт за 300 баксов. Кто хочет, покупай. Я, ребята, ко мне подошла девочка и говорит, что я. Она хочет купить. Окей, покупай. Если она сейчас купит, эта девочка, тогда я ей... О, ребята, она мне что, покупает? Что? Что? 50 баксов. Она кинула только что 50 баксов. Еще давай покупай. Ребята, девочка, представляете? Ну, еще 250 давай. Ты всего на 50 баксов купила? Ребята, еще покупает. Ого, уже второй ходок купила. В шоке. Мне немножко страшно ее обманывать. Ребята, покупай. Офигеть. Офигеть. Вот это... О, боже. Ребята, она мне больше заплатила. А теперь пранк-проверка, как поведет себя девочка. Ребята, теперь придется ей сказать, что все, пока. Спасибо. Ну, ок, пока. Ребята, она поверила мне. Она купила хот-доги. О, боже мой. Мне даже немножко страшно обманывать. Но я тебе ничего не дам. Ребята, сейчас будем смотреть на ее реакцию. Я буду писать, что я тебя обманула. Ну, говорит. Офигеть. Я ей говорю, что я тебя обманула. Будем смотреть на ее реакцию. Как она будет себя вести? Ребята, она, наверное, сейчас в шоке. Прикиньте. Что я тебе не отдам. Смотрим на ее реакцию. Конечно, долго я не буду ее прямо сейчас обманывать. Что я не дам. Но я хочу посмотреть, как она будет реагировать. Сволочь. Ребята, она меня назвала сволочь. Мок. Мок какая-то. Может, какая-то мокрая. О, ребят, она убегает. Она убегает. О, нет, 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 только не убегай. О, боже, ребята. Надо садиться быстренько. Она убегает. Офигеть. Мне надо за ней бежать. Сейчас поедем к ней, ребят. Офигеть. О, мне жалко. О, стой. Ребята, она просто ушла. Стой. Стой. Ребята, я за ней иду. Она меня сволочью обозвала. Так давайте к ней домой зайдем сейчас. Вот здесь мы. Аленчик, стой. Стой, я тебя... О, ребят, она ушла из севера. О, боже. О, боже, нет. Я ей хотела дать. Боже, ребята, я сейчас быстренько иду на ее аккаунт. И хочу, я добавлю, друзья, и подарить ей единорога. И еще какой-нибудь подарок подарю. Я просто в шоке. Девочка прям расстроилась, обозвала меня. Офигеть. Иду за ней. Я сейчас нашла эту девочку в Роблоксе. Я справила ей приглашение. Она просто взяла. Очень быстро вышла из сервера. Но я ей очень хочу подарить единорога. Как бы я и не собиралась прям конкретно обмануть. Я хотела проверить ее реакцию. Но ее реакция была прям... Она обозвала и ушла из сервера. Так что, Алена Ншит 915, если ты сейчас смотришь видео, я тебе обязательно хочу отдать единорожку. Ведь ты его купила. И я не хотела бы тебя прям реально обмануть. Я реально в шоке, ребята. Просто в шоке. Ну что, ребята. Мы пока еще девочку не нашли, чтобы я верну питомца. Но мы сейчас будем снова продавать. На этот раз я буду продавать всеми любимую черепашку Райт. Вот такую милашечку. Вот смотрите, она такая большая. И мы ее так же, как и мошенники, будем продавать очень-очень дешево. Будем смотреть на реакцию. Кто согласится купить черепашку? Продаю черепаху Райт за 400 баксов. Вот такая обманщица сейчас на сервере. Девочка пишет. Ага, поверили. Это дешево. Я больше не буду играть. Мне надоело играть. Просто хочу продать. Ну я, говорит. Ребята, я на что поверила? Офигеть. Девочка поверила. Посмотрим. Офигеть. Она покупает, ребята. Офигеть. Лиза Лав Кэтс Лав. Поверила, что я могу продать черепашку. А теперь пранк-проверка, как поведет себя девочка. Хочет проверить. Девочка стоит, ждет. Ребята, я волнуюсь. Конечно, я не люблю обманывать. Эээ. Ребята, она начинает переживать. Я постою немножко в АФК, посмотрю. Я пока молчу. Говорит, а я купила. Ой, что ты с интернетом? Глюч от интернет. Я ей пишу. Она ругается. Говорит, эээ. Ну ладно, пока. Ребята, я ей пишу пока. Смотрим на реакцию. Офигеть. Прикиньте, как себя сейчас чувствует девочка. Иди ты. Офигеть, ребята. Она прям меня посылает. Вруйня меня обзывает. Нет. Ты вруйня. Она меня обзывает, ребята. Ну как бы обманщики так себя и ведут. Отдай, говорит, деньги. Вот это да, ребят. Представляете сейчас, что чувствует девочка, когда взяла, отдала 400 баксов. Поверила, что можно получить черепаху. Если бы он глючил, ты бы вылетела. И не могла писать и ходить. Вот вруйня. Капец, меня начинают обзывать сейчас на сервере. Как тебе не стыдно? Ребят, на самом деле, мне очень стыдно. Я бы не хотела бы обманывать никогда. Я просто хотела для вас показать, как это может быть. Что чувствуют ребята, которых обманывают. Вот вам, обманщики, стыдно обманывать ребят? Говорят, фу. На меня фу говорят. Обалдеть. Она расплакалась и убегает. Сейчас я подойду, стой. Я долго не могу, ребят, ее обманывать. Ты такая противная. Меня девочка обзывает за то, что я ее обманула. Что говорит? Ненавижу. Вот это да. Зачем обманывать? Простишь меня? Мне реально очень стыдно. Продавай обычных пэтов. Мне реально стыдно. Ну да, посмотрим. Ребят, давайте мы сейчас ее возьмем и отдадим трейд этой Лизе Лав. Кэтс, отдадим подарок. Она купила черепаху за 400 баксов. И я сейчас ее проверила, и мне прям реально стыдно стало. Я бы в жизни не хотела бы обманывать. Ребята, вот что чувствуют ребята, когда их обманывают на сервере. Когда вы обманываете и уходите. Ребят, я отдаю черепашку. Я не обманщица. Она говорит, ааа, что? Она сейчас в шоке. Она села на черепашку и говорит, спасибо. Давай, говорит, друзья. Офигеть. Реально подарила. Молодец. Ребят, я сейчас просто признаюсь девчонкам, что я пыталась обмануть. Я думала, ты обманщица. Лиза Лавкетт приглашает мне, друзья. Ребят, я приму к друзьяю. Она говорит, похвально. Прощаем. Давайте признаемся, что я женяша. Вы видео, девочки. Они меня прощают. Друзья, говорит. Да, друзья. Ты большая, молодец. Вы видео из... Я женяша. Ребят, а мальчику признается, что я женяша. Что? Не поняла. В видео. Это была проверка. Моя мечта сбылась. Так что вот так, ребята, девочка поверила. Простись, что ругалась. Я понимаю вас, потому что я хотела посмотреть на реакцию. Так что вот такой экспериментик. Продаю, продаю, продаю. Тут ко мне все подходят. Моя Дримпэт Голден Ред. Ой, ребята, у нее Дримпэт Голден Ред. Давайте мы сейчас возьмем Голден Ред. И продадим. У меня есть такой питобис. Смотри, какой у меня есть. Ты же хотела Голден Ред. Вот тебе и крыска. О май гад. За 400 продаю. Пай Голден Ред 400 баксов. У меня есть 1000. Окей, я тебе ее продам за 1000 баксов. Твоя мечта стоит 1000 баксов. Покупай. Он говорит, давай подари мне золотую мышь. И потом я у тебя куплю. Ноу, сначала покупай. Плис, говорит. Ребята, она что, покупает? Офигеть. Она так хочет золотую крыску. Ого. Ребята, эта девочка хочет купить свою мечту. И сейчас по-английски со мной общается. И хочет купить у меня золотую крыску. О боже. А я же обманщик, ребят. Она у меня купила. Она мне поверила. А теперь пранк-проверка. Как поведет себя девочка. Она ждет покупку, девочка. Сейчас я ей скажу, что у меня интернет глючит. Она говорит, трейд давай. Давай, давай, дари ей. Ха-ха-ха. О боже, ребят. Я какую-то американскую девочку обманывала. Давайте посмотрим, будет она бежать за мной. Она бежит за мной. Говорит, плис. Ребят, но мы долго не будем обманывать ее. Она очень сильно крыску хочет. Пожалуйста. Ребят, она очень хочет эту крыску. Я не могу долго обманывать. Мне даже неудобно. Я обманула. Ребят, офигеть. Ее подруга говорит, что она плачет. Это да. Вот это я попала. Плис, пожалуйста. Пожалуйста, не будь обманщицей. Не хотят, чтобы я была обманщицей, ребят. Пожалуйста. Это моя мечта. О боже, ребят. Вы представляете, как бывают девочки, которые очень хотят. Питомцы их мечта не верят. Покупают за дешево. И их обманывают. Плис, ребят. Она просто просит. Она в шоке, что я могу быть обманщицей. Я не обманщицей. Я не скамер. Так что, ребят, мы сейчас возьмем и ей подарим. Подари мне мою золотую крыску. Она мне кидает трейд. Я не буду обманывать. И я подарю этой девочке за то, что она купила у меня за тысячу баксов. Я ей отдам. И как бы все окей. Не хочу быть обманщиком. Но, ребят, это немножко даже страшно. Обычно обманщики уходят с сервера. А тут я хотела посмотреть на реакцию. О май гад. Офигеть. Ребята, я отдала ей крыску. Она радуется. Посмотрите. Она летает. Они меня благодарят. Спасибо. Ребят, сейчас мы им скажем в чате, признаемся, что мы все-таки не просто обманщики. Я ей напишу, что я ютубер. О май гад, говорят. Что? Ребята, они в шоке. Мой канал Женяша Ларионова. Говорит, я знаю, говорит. Они знают мой канал. Офигеть. Спасибо, говорит. Ребят, девочка прям поблагодарила, что я ее не обманула. Я отдала все-таки крыску. Вот так, ребята. Приключения Женяша с американскими девчонками на серверах. Итак, ребята, я зашла на следующий сервер. И сейчас мы будем продавать мою китсуночку. Вот такую милашечку. Всего лишь за 400 баксов. Продаю китсуну за 400 баксов. Можно китсуни? О, девочка спрашивает, можно китсуни? Да. 400 баксов. Покупай. Я заплачу 200, а когда отдашь, доплачу. Давай 350? Обещаю, говорит. Ну, ребята, я знаю, такие тоже обманщики бывают. Меня уже обманули. Меня тоже. А ты точно, говорит, отдашь? Да, конечно, точно. Обманщики всегда говорят, что точно. Говорит, не соври, плиз. Она уже покупает. Еще покупает. Ребят, она покупает. И очень хочет китсуночку себе. Все, давай. А теперь пранк-проверка, как поведет себя девочка. Я сейчас буду типа АФК и буду смотреть на ее реакцию. Это 100% говорит обман за такие маленькие деньги. Лерик, Лерик кидает мне трейд. Вот эта девочка, которую я купила сейчас китсуну. Отменю трейд. Не обманывай, говорит. О, боже, ребята, вот это я попала. В смысле? Меня мама зовет. Она зовет меня кушать. Я тебя найду еще, говорит. И я сейчас начинаю убегать. Подбежит ли она за мной? Ребята, она бежит. Стоп, говорит. Отстаньте от меня. Я обманщица. Я от них начинаю убегать, ребята. Все, все, сейчас. Сейчас я, наверное, получу. А, Вигит. Лерик мне кидает трейд. Я его отменяю. Пока. Отдай, говорит. Она поверила, что я китсуну за 400 баксов продам. Я вас обманула. Они меня начинают обзывать. Вот это да. Вот это я сейчас их вывожу на реакцию. Ну, отдай. Как мне жалко ее. Она столько не стоит. Она говорит, я деньги потратила. И все, зря. Я тебе еще лягуху дам. Я обманщица. Хватит так разводить. Мне деньги нужны. Ну, ладно, прощай. Прощай, ребят. Она очень грустит. Мне ее даже очень жалко. Она говорит, ну дай. Ребят, обычно обманщики уходят из серверов и просто кидают честных ребят, которые кидают баксики. Из друзей удаляют. И все. Но я, ребят, честный обманщик, который просто хотела проверить девочку, как она будет себя вести. Она еще говорит, это моя мечта. Так что, ребят, я не буду долго обманывать. Забирай свою кицуну. Это твоя, ты ее купила. Прости меня, что я тебя сейчас обманывала. Она мне еще лягушечку дает. Так что, вот так. Не обманывайте, ребят. Видите, как они реагируют? Они верят вам. Я отдала сейчас девочке кицуну. Спасибо, господи. Я плачу. О, ребят, вот видите, вот это искренние эмоции у девчонки. Она сначала расстроилась, но бежала, все равно просила. Ребят, я вам еще говорю, конечно, из 100 продавцов, ну, только 3-4, которые вам отдадут питомца. Бывают донатеры или ютуберы. Но так, это очень редко бывает. Так что, ребята, будьте аккуратны с разводилами на серверах адопни. Не ведитесь на обманщиков. Я вас очень сильно прошу. Мне реально жалко тех ребят, которых обманывают. Вы очень много комментариев пишите, что вас обманут. Вы ведетесь на такие обманы. И я вижу на серверах, что вы правда ведетесь. Вы можете оказаться вот так в обмане. Это я, честный ютубер, который взяла, проверила и отдала питомца. Я женяша. Ребят, я ей сейчас признаюсь, эта девчонка просто реально в шоке была. Сейчас, что ее так обманули. Я думаю, ей не очень кайфово себя чувствовать. Девчонка сейчас в шоке. Это была проверка. Ту девочку с единорогом я еще, надеюсь, поймаю. Я ей отправила приглашение. Так что будем ждать. И я ей специально единорога оставила на этом аккаунте, чтобы ей его вернуть. Так что, Кисуля, если ты смотришь это видео, извини. Я не хотела тебя обмануть. Я хотела посмотреть на твою реакцию и потом тебе отдать питомца. Но жалко, ты ушла с сервера. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, как я делаю разные пранки и делаю реакции, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. А с вами была Женяша. Всем пока-пока-пока-пока. Лайвки все мои Кисули. И не ведитесь на обманщиков. Конец. Эту фразу слышат только лучшие люди планеты. Подпишись. Поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, Кисуля. Подпишись. 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 Продолжение следует...